Псс, это жёлая история. Я же спортсмен, 12 лет занимался бальными танцами. Единственное, что у меня осталось от бальных танцев, это то, что иногда я просыпаюсь с жутким похмелем и с одной мыслью в голове, блядь, зачем я участвовал в этом танцевальном батле. А потом вспоминаю, что никакого батла не было. Есть танцоры в зале? Есть кто-то, кто занимался? Похлопайте, похлопайте. Не дадите мне соврать, в голове любого танцора в ночном клубе с какой-то стопкой водки с каким-то коктейлем в голове появляется голос, который говорит «Покажи ему. Покажи всё, на что ты способен. Ты готовился 12 лет». А я, блядь, вальс танцевал, понимаете? Танго. Я думаю, есть такое у других спортсменов? Есть такое, что чувак 12 лет занимался кёрлингом, нажрался, увидел уборщицу, такой «Сука, это ты трёшь!» «Камень не доедет!» Я пока занимался, я очень, ну, я стеснялся этого, серьёзно. То есть в 90-е в Чертаново быть бальником 9 лет — не самые классные перспективы. Меня однажды кинули возле школы на шариковый дезодорант. То есть меня остановили гопники, и всё, что они нашли у меня из того, что им подходит — это шариковый дезодорант. Я думаю, блядь, у них же есть общак, они же собираются. И один чувак такой «Вот! Не будем больше потеть!» Я стеснялся этого момента, правда, пока я не познакомился. В общем, в моей жизни появился такой мой друг Юра Танцор. С ним связана вот какая история. Я встречался с девушкой, и это была его партнёрша. И однажды на тренировке я своими глазами видел, как он со всей дури ногой въебал ей в голову. Просто вот так... Просто свалил её. То есть там было такое движение, они что-то там танцуют, танцуют, и она в какой-то момент присаживается, а он должен ногой над её головой провести. И на моих глазах он просто сшибает в висок ей просто... И она лежит и просто не двигается. Я такой «Блядь!» Я подвигаю, я злой, такой «Юра, блядь, что ты сделаешь?» И знаете, что он мне ответил? Он говорит «Братан, танцы — это спорт». Красивый, кровавый спорт. Я правда... Ну, мы как-то сдружились, сблизились, и... Будучи пиздюками, вот какая нас история сплотила. Нам было по 14 лет, Юра был чуть старше, ему 16, но выглядел он так же, как он думал. Младше выглядел, чем своего возраста. И мы отмечали в нашем танцевальном клубе... Я, кстати, за ЦСКА танцевал, за коней. За коней плясал. И мы в этом клубе отмечали Новый год. 28 декабря, значит, старшие что-то выпивают, какие-то показательные номера, у младших чаепитие. И так как нас отпустили на ночь, мы с моими друзьями решили свалить с этого праздника жизни и поехать в ночной компьютерный клуб играть в Counter-Strike. Это была классная идея, мы уходим с этого праздника жизни и не доходим где-то метров пятьдесят до метро. Нас останавливают гопники, лет по двадцать. Их пять человек, начинают что-то парни, куда вы идете, начинают что-то шмонать. И мы от них, понимая всю ситуацию, убегаем в работающие тогда игровые клубы Jackpot, вот эти казино. Нас туда не пускают, потому что мы молодые, нам в 14, нам говорят, куда вы, здесь охранник такой, идите отсюда, там эти гопники. Мы такие, подождите, нас сейчас хотят кинуть. В общем, Юра делает вот так, он поворачивается ко мне и говорит, звони нашим. Я начинаю набирать, открывает дверь и говорит, ну все, суки, вам пизда! И закрывает, я такой, Юра, ты уверен? В общем, я звоню быстрее, чуваки, нас тут кидают возле метро и надо отдать должное. Реально, это сработало. Буквально через две минуты Юра еще раз открывает дверь и говорит, ну вы еще тут постойте и вам крышка! Закрывает дверь и в эту секунду, я не забуду этот кадр никогда. Зима, вот эта ночь, знаете, желтый вот свет от фонарей и падает крупный хлопья снега. Из-за угла бежит огромная толпа очень красивых людей. Первым бежит чувак, у него зализанные волосы в конский хвост, я вам отвечаю, у него бриллиант в зубе, вот эта херня тогда была популярна. Гавайская рубашка, вот так расстегнутые здесь волосы, брюки, клеш, и он хуярит на каблуках, понимаете? Пять сантиметров! Это самая красивая драка, которую я когда-либо видел в своей жизни, на полном серьезе. Там был чувак, который сидел на другом, бил его вот так вот руками, но он сидел в шпагате, понимаете? Я никогда в жизни не видел, чтобы Гранд Батман прилетал человеку в лицо, блядь, понимаете? Там был, конечно, парень, который царапался, но в итоге все разрулили. И знаете, что самое удивительное оказалось в конце этой истории? Потом мы узнали, что эти парни были однокрупниками одного из чуваков, который занимался у нас в клубе танцами. И это был первый раз, когда они решили кого-то кинуть. И сразу получили пиздюлей от гей-парада, понимаете? Это прям не их тема. Ладно, в общем, что хотелось бы вынести из этой истории, друзья? Давайте. Танцы — это спорт. Спасибо большое. В следующем выпуске. Я из Осетии, и третий год я живу в Москве. И каждые полгода я стараюсь навещать родителей Володи Кавказ. И когда я приезжаю, каждый раз все мужское население спрашивает меня всегда один и тот же вопрос. Каждый раз. Я приезжаю, и они все такие... Че там? Все пидоры, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова